Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале AllSchoolGamer, и это вторая часть моего просмотра, так сказать, реакции ивента Sony PlayStation по анонсу PlayStation 5, назвали его The Future of Gaming Show, будущее игр, начал вчера смотреть и просто уже эмоционально не выдержал, просто закончил, не досмотрел до конца, тем интереснее продолжить посмотреть заново. Кроме того, оказалось, этот видос, который я вчера залил, уже сразу там на него подали на жалобы, на ворованный типа контент издательства, знаменитая, жадная Take-Two, как раз там была GTA-реклама вначале, над которой я отжал, и вот, наверное, все, кто это стримил в интернет, все, кто это выложил, получили такие же уведомления, то есть никто из всех этих блогеров ни копейки не получит, все будет получать за эти ролики Take-Two, как будто им с GTA денег мало. Ну, давайте, быстренько, сейчас посмотрим, опять, что уже смотрели вчера, в перемоточке, так сказать. Субтитры сделал DimaTorzok. Сколько интересных денег стоила эта сделка с рекламой GTA? Контент, который мы рассчитывали для сегодняшнего события, показывает, как PS5-ка издаврировал разработчиков, чтобы создать новые опыты, которые трансформативны в том, как они выглядят, звучат и чувствуют. Сколько для меня. Сколько для тебя. Ну, началось все со Спайдермена, Спайдермена Негра, Майлс Моралес. Конечно, этот персонаж уже довольно давно появился, в году 2008, по-моему, в комиксах, но сейчас Спайдермен чернокожий не менее актуальный чем тогда, наверное, даже более. И выглядит это, как цираненькое, простенькое, стендалон-дополнение, ну, уровня, как, допустим, Infamous Second Son, где мы сделали First Light, например. Или как Кончарту, то сделали Lost Legacy. Не удивлюсь, если и на PS4 выйдет. Пишут, как черт он PS5, PS4 нигде нету, но, конечно, тут бы они и не стали про это писать. Далее выступил Казунори Ямаути, создатель Гран-Туризма. Гран-Туризма крутая серия. Довольно длинный тут ролик, но графонистый, прям в машинке красиво. Но, знаете, я подумал, на самом деле, сегодня. Да практически любой автосимулятор, когда он выходит из топа, вот так сказать, они всегда все красивые. Вот реально нельзя даже сказать, что автосимуляторы это какой-то такой visual showpiece, особенно для NextGen. Просто тупо, потому что они всегда красивые, машинки красивые. Вон даже на PS4, Dirt 2, красиво, как выглядит, просто захватывает дух пейзажа. Поэтому, ну, к гоночкам другое отношение, но Гран-Туризма всегда сердце как-то отдельно глубоко. Просто за счет старых частей, за счет крутой компании. Ну, и в принципе, очень круто всегда. Когда увлеченный человек много лет занимается одним и тем же машинами, гонками. Выглядит интересно. Но мне больше нравится в гоночке играть. Я вид как бы оттречиваю лица на машину. Вот так из кабины, вроде это и реалистично. Как будто в натуре за рулем. Ну, две трети экрана занимает как бы внутренностью машины. А прикольно посмотреть там на пейзажи, на елочки и на все прочее. Как-то так. Ну, и даты релиза тоже нет. Вот вчера я не обращал на даты релиза внимания. Но вот нету. Логотип, кстати, PlayStation Studio новый, хороший, мне нравится. Ratchet & Clank. Прикольная игра. Типа шоу-писа, SSD загрузит. Вот они показывают, как он попадает в разные миры через эти порталы. Но с другой стороны, сейчас мы смотрим на Cinematic. Это не настоящий геймплей. А дальше уже, когда начался геймплей, все эти порталы и перемещения, они просто в рамках одного уровня и никакого тут SSD шоу-писа не видно. Ну, игра забавная. Причем, походу, это реально продолжение оригинальных частей из PlayStation 3. Потому что PlayStation 4 был-то типа ремейк, реимэджин. А это продолжение сюжетных частей. Выглядит красиво. Игр таких не очень много, мультяшных, как бы, интересных. Так что можно всегда будет с удовольствием поиграть. Но, по-моему, тут тоже в конце, когда выйдет, не сказали, да? Давайте посмотрим, будет ли дата выхода. Это все! Не, в дата тоже нет. Рифтапарт название хорошее. Далее, показали у нас Project Luminous, который называется Project Afria от Square Enix. Довольно интересная и красочная игрушка. С красивой какой-то бобенкой. Она восстанет. Похожа на Final Fantasy XV. Вот именно графоном. Но в то же время, как на Monster Hunter, что ли, какими-то монстрами. Красивые, большие пейзажи. Такое все фэнтезийное. Круто. Мне такие игры нравятся. Далее от Анапурна очень интересная игра про кошечку. Или про котика. Это такой котик. Мяу. В мире роботов нету людей. Повсюду типа роботы. А ты играешь за котика с рюкзачком. Который ходит, что-то делает. Очень мило, очень интересно. Люблю котиков. Далее нам тут хвастаются типа 4K Blu-ray. Типа вот они хвастаются, потому что 4K Blu-ray не было в PlayStation 4. Хотя в Xbox даже у One S он есть. Странно, да? Высокоскоростной SSD. Ray Tracing. Ну, что не пожалели в этой презентации? Так это вот этих всяких компьютерных графонов. Как бы вот этих маленьких роликов. И всякие крестики там, квадратские треугольники, кружочки. Крутятся по-разному, переливаются. Это они бюджета много потратили на это. Адаптивные триггеры. Хартик, фидбэк. Геймпад прикольный. Геймпад мне нравится, как выглядит. И самое главное, да, USB Type-C, что будет у него. Микрофон говно там, нафиг он не нужен. Где с геймпадом разговаривать для шизофреников. 3D-аудио тоже непонятно. Они будут пропихивать свои, наверное, наушники фирменные. У меня и так их несколько штук от 3-й, от 4-й PlayStation есть. Мне они не нравятся. Плохие наушники у Sony стоят дорого. Компьютерные мои получше. Хермен Хульц, человек с мерзким именем. Создатель Horizon и Killzone. Повышали его звание. Стало он более главным. И представил крутую игру от Хаусмарка. Хаусмарк очень крутые разработчики. Они делали в основном твинстик шутеры. Типа Резаганы, Нексмахины, Метерфолл. Эксклюзив, кстати, PlayStation 4. Крутая игра. Ну и вот новая их часть, новая серия. В общем, Хульц сказал вообще, что это, типа, новая франшиза. То есть следует ожидать еще и продолжения, видимо. Это такой космический день сурка. Про такую суровую бабу, похожую чем-то на Рипли. И она постоянно сражается, умирает, оживает. Графоном похоже одновременно и на Death Stranding, и на фильм про Метей, мне кажется. Или на Чужой Завет. Ну а то, что она умирает, оживает, это не только день сурка, а это еще, значит, рогалих. Но с интересной аркадной вот этой стрельбой. Смотрите, такие враги жесткие такие, Dark Souls подобные. И вешенная стрельба, динамика. Очень крутая, прям. Вот эту игру обязательно буду играть. Ну вот тоже непонятно, если это эксклюзив, то круто. Просто я так подумал, из того, что вчера даже, вот я до конца не досмотрел, но много что показали. Там эксклюзивов по пальцам пересчитаешься. Returnal она называется. Хорошая игра. Что у нас дальше? А, дальше нам показали странный, абсолютно невыразительный платформер про Сакбоя из LittleBigPlanet. Который одновременно похож на более какую-то убогую и менее красочную версию Super Mario Odyssey. Или Майкрософтовского, не Майкрософтовского, Окулосского, Super Lucky Steel. Какой-то 3D-платформер, но вроде прикольный, но какой-то, знаете, вот он вроде цветастый, а цвета не яркие. Какой-то у них... Такой он. Грустный графон, грустные цвета. Но прикольно, наверное, вдвоем или вчетвером поиграть в Таопе. Вряд ли буду вот играть, конечно. Далее странная игра. Destruction All Stars, что ли она называется. Спортивные гонки, как будто Фортнайт выебал в жопу Рокет Лигу. И то, что получилось. На стадионе хипстеры гоняются на машинках, вырезаются. И непонятно, как в геймплее будет реализовано. То, что тут еще показывают, как они ногами, как люди бегают по арене, типа, и между машинами прыгают. Можно ли их задавить, будет ли коровище, не думаю. Странная абсолютная игра. Не заинтересовала. Далее два чувака из маленькой инди-студии показали какую-то прикольную игру с какими-то пушистыми шариками няшными. Выглядит круто. Вот этими, да. Но про что сама игра не особо ясно. Но как минимум будет интересно посмотреть. Хайдио-выкнессы от меня. Графончик такой приятный. И шарики эти крутые. Он что-то таскает. Ну такая милота, милота. Конечно же, одной из самых интересных игр лично для меня оказался Oddworld South Storm. Особенно создатель всех Oddworld, он все еще тут. Первые два Oddworld'а на первой PlayStation я рубал. Круто было. Девастыглли хилариус. Очень круто, брутально, жестко. Прям такой депрессивный ролик, в отличие от New Entesty, который был более радостным. Хочется, кстати, New Entesty перепройти. Может быть, повераю на канал в ближайшее время. Раса Эйба, это мудакина. Раса Эйба, это мудакины. Короче, праздник вашего insanства. Это вам. Поль. Холи фак. Кстати да, не только первые две части были на первой PlayStation, но... New Entesty, когда вышел, его раздавали бесплатно в PS Plus на четверку. Так что эта серия... Глубоко связано с PlayStation, хоть практически все игры были на компе. Хотя, Майншо, здесь и третья часть, по-моему, была эксклюзивом первого Xbox. Единственная часть, в которую я не играл. Вот оно, разнесло все. Очень крутая игра, очень крутой трейлер. Жду, обязательно возьму. Вон там все, отрывает сорта, швы. Музыка такая прям зловещая. Круто, Soulstorm. Далее у нас Синзи Миками, создатель Резидента Ивола. Теперь и Ивол Визина создает игру Ghostwire Tokyo, которую показали на конференции Bethesda в том году на Е3. Вот эта милая японская парышня, плохо говорящая по-английски, которая вроде была главным директором этой игры, а потом ушла вообще из Bethesda, из этого... из Tango Softworks. Непонятно, чем теперь занимается, но он Синзи Миками Семтер делает. Ну и главный шок от этой игры лично у меня оказался в том, что она с видом от первого лица. И то, что нужно колдовать, как шизофреника, махая руками. Как интересно, это будет реализовано с точки зрения управления. Ну вот, единственную игру, где вот так же жутко махали руками и что-то колдовали, это... темный мессия, меча и магия. Ну это крутая игра была. На физике вся построенная. Вот про Ghostwire Tokyo я не могу сказать, насколько сильно заинтересован. С одной стороны, вот видно талант Миками на всю эту паранормальщину, и выглядит действительно круто. Но вот этот геймплей, махание руками, разноцветные вспышки абсолютно неинтересны. Какие-то там безголовые прыгающие школьницы. Ну вот прикольный, да, японский колорит. В Японии никогда не было, вряд ли когда-то побываю, но выглядит прикольно, как бы, смотреть хоть так в играх. Далее какая-то странная игра про людей, улетающих в космос, чем-то похожая на No Man's Sky, непонятно вообще, в чем ее прикол. Дальше, под рэп абсолютный кал, сразу перемотаю, Godfall, который нам еще показали на Game Awards, первая игра анонсированная, просто гермище. Даже обсуждать нечего. Вот это Solar Ash, создатели Hyper Light Drifter, выглядит очень прикольно, но, как я в вчерашнем ролике говорил, смысл показывать на анонсе Next Gen'а инди-игры, которые там и на Switch'е, и на PlayStation 3 могут работать, скорее всего, непонятно. Потом уже начали показывать третий сезон Hitman'а, прикольный ролик, Hitman в лесу, показали там, как бы, он лазит по каким-то домам, таким где-то в Абу-Даби, что ли. Но это выйдет везде же, это будет и на Xbox'е, и на пекарне. Ничего вот примечательного с точки зрения Next Gen'а и новой PlayStation. Да и выглядит, не сказать, что сильно отличается от первого и второго Hitman'а. Сейчас, кстати, Hitman Absolution бесплатно раздают в GOG'е. Но сам по себе анонс интересный, все, в принципе, и так ожидали, что будет третий Hitman. Выглядит круто, стоит поиграть, рекомендую, конечно же. Далее, Astro Bot, Playroom, или Astro Playroom. Ну, это тоже такая простенькая детская игра. Astro Bot и очень крутая игра для VR, но это не для VR, походу. VR, вообще-то, я понимаю, не показали на этой презентации. Потом очень странная игра, которая мне очень понравилась, про вот этого бегущего человечка и про какого-то срущего деда еще. И он там и погружается, и убивает как-то народ, и за ним какие-то монстры гоняются, он их ловит. Такой охотник на чудовище, и очень круто сделано в плане графона. Смотри, как бежит там на каком-то кабанчике. На ослике гонятся за медведем. Очень интересный визуальный стиль и прикольные анимации. Вот эта игра меня очень сильно заинтересовала. Little Devil Inside, по-моему, она называется. И вот старый дед какой-то в городе ходит, живет жизнью, а этот молодой парень постоянно попадает в какие-то неприятности. Про что играть, как играется, не особо понятно, но выглядит круто. Мне кажется, это маленький чувак ищет, убивает монстра по заказу деда, что ли. Вот это жесть, конечно. И смотрите, интересная какая боевка. Какой вообще котяра. А вот, смотрите, этот дед теперь какой-то армией руководит. Игра кон. Little Devil Inside, да, очень крутая игра. Тоже, мне кажется, это не эксклюзив, а везде будет. Так, дальше негра мы перемотаем. Во-первых, потому что я не люблю баскетбол. Во-вторых, я не люблю рэп. А в-третьих, это тоже 2K. Они за этот рэп могут и этот видос подбанить. Вот эта игра просто жесть от создателей Octodad. Строби, строби, строби. Она как бы такая, вроде, непримечательный графон. Кстати, Octodad, это дед для скетч. Он тоже практически на выходе. PlayStation 4 раздавался во второй или третий месяц в PlayStation Plus. Довольно забавная игра. И эта игра тоже заморочена. То есть, по всему разная, как бы, еда. И когда эти жители жрут, они превращаются сами в эту еду. Оф, рука превратилась в клубнички. И вон там, да, какой-то лимон. Вон, жесть, просто там они превращаются в еду. Рёбрышки ползают. Бургеры, он бегает. Ха-ха-ха. Польщик катится. Ну, тоже какой-то сэндвич. Ну, плюс, какая жесть. Мне кажется, очень смешно будет поиграть, поржать. Ну, опять же, опять же, это не Нексгенов. Это просто прикольная игрушка, которой место не в этом показе было бы. Ну, и концовка этого трейлера, конечно, да, эпическая, страшная. С элементами хоррора. И вон там из еды какая-то тваль такая. Ну, и выйдет уже в этом году хорошо. А, вот, ну, дальше практически мы дошли до того места, на котором я закончил вчера снимать. То есть я где-то минут 15 не досмотрел до конца и даже проебал дизайн. Я был уверен, что дизайн, представьте, не покажут и не думал, что в конце он будет. Поэтому не стал даже смотреть до конца, что-то меня вчера выбесила эта презентация. Ну, сейчас как бы по-другому как-то уже смотрится, а когда... Менее эмоционально, так сказать, уже полегче. Привет, Шухей. Самый милый сотрудник Sony, на мой взгляд. Но, перед тем, что мы не можем, что мы не можем. Я думаю, что это очень близко и близко к мне. А вся суть в том, что, да, Demon's Souls, когда From Software делали, ее вообще никто не хотел. Все думали, что это говно. В Японию она не зашла. И портировать ее, там, переносить, переводить для западного мира тоже никто не хотел. И Шухей Ешидо все-таки взялся и сделал это. И потом это окупилось. И Demon's Souls, особенно Dark Souls после этого. From Software стала одной из топовых студий. И теперь Bluepoint, сделавший до этого крутой ремастер Shadow of the Colossus, делают ремастер Demon's Souls. При полной поддержке Sony, эксклюзив. И теперь-то всем известно, что игра с 3-0 продастся миллионными тиражами. Поэтому Шухей говорит, что это близко ему сердцу. Как он изначально оригинал вытягивал, так теперь уже вытягивать ничего не надо. Ну, будет очень круто. Я играл совсем чуть-чуть. Она очень хардкорная была. А я играл на PlayStation 3, когда еще даже PlayStation 4 не вышла. И что-то ничего у меня не получалось. Постоянно меня убивали. В итоге я недалеко прошел. Ну, теперь чего? Осталось лучше дождаться, когда выйдет ремейк. И поиграть сразу у него. Выглядит очень круто. И нету, смотрите, этого. Подзаголовка даже никакого. Просто Demon's Souls. Так же, как Shadow of the Colossus. Это они молодцы. Реально, дорого и богато выглядят. Bluepoint Games. И, по-моему, на этом месте я вчера и закончил смотреть видео. О, теперь. Сколько у нас осталось. О, еще 20 минут. Десна. Десна – это шотор по-моему, прохожащих-соторг, которые не находятся в тайм-рюбе. Это наша уникальная визия. Что такое Аркане? Триформ-иммерсивный геймплей. Суриел-плеер-дрифлеский историй сомневался. Хочешь увидеть какие-то стильные акции? Смотрите это! Выглядит, что это какой-то мультиплеер, что ли, нет? Ботинки и сядут. Гурафон приятный. Похоже, да. Ну, это Аркейн. В принципе, похоже на Дизонор в современности. Даже как-то движок, наверное, тот же. Пистолетик неплохой. О, исчез труп. Телепортнулся. Да-да, такое что-то. Веет Дизонором. Оп. Вон, тебя он свернул его. Что происходит за жесть? Стрельба прикольная, где выглядит. О, рестарт лук, типа убили его. Опять, музыка снова за нее подбанит. Бестит Ютуб с этими банами. Еще такие, каких-то в масках, у волков каких-то. Чем-то, да, еще похоже на Вика Епифиевым вот этим стилем. Они всегда меня подбирают. Но я один из-за того, что я не знаю. Мама. Хм-хм. Ну, выглядит прикольно. Вот графон, выстрелы. Мне кажется, очень интересно будет стрелять. Прям чувствуется оружие, как сделано хорошо. Ну, тут графический стиль с эффектами и с мозаиками, конечно, не очень меня впечатляет. Есть 8 таргетов. И они все должны умереть в предыдущем вечеринке. Есть только один маленький снег. Ты думаешь, это будет легко? Ну, что, это будет легко. Юлиана Блейк. Блэк Ревы-потектор и настоящая болезня. Она может убить меня миллион раз. Но, в результате, вовремя, я упереду я подберу этот луп. Это луп. Черт. Типа два конкурирующих ассасина заперты во временной петле. Ну это есть очередная какая-то день сурка, тоже не смогли даже в одной конференции удержаться 2 игры с днем сурка у них. Не знаю, не знаю, надо реально пробовать, стрельба выглядит прикольно, стиль мне не очень нравится, но Warfine стоит верить, Dishonored хорошая серия. Есть шанс, что будет интересно. Че дальше? Вот интересно, да, я как бы не смотрел никаких роликов, так что все равно сейчас будут первые реакции. History comes to a close, его история подходит к окончанию. Что-то мрачное. Какие-то заброшенные хижины в лесу. Какие-то заброшенные истории в лесу, а не заброшенные в лесу. Что такое, что-то креативная история? Это просто локальная история. Ты реально любишь эти вещи? Продолжайся быть так параноидом. Кто ты? Кто тебя отправил? Кто это? Слухи были, что называется The Village, или просто Village, типа деревня. Вот и похоже, да, на деревню. Вот, да ладно. Это вообще уже на Скорим какой-то похоже. Блин, выглядит круто, у меня аж мурашки пошли. Кайфово. И вот такой зимний лесной сеттинг, один из моих любимых, конечно. Выглядит классно. Ооо, какой-то культ. И типа Мэншина, мммм. И какой-то Джерри Деппо подобный чувак. Вот что он там жрет, плоть. Ооо, какие-то вурдалаки. Вольверины. Ух ты. Да, это он, Village. Смотрите, как у буквы L. Еее. Они специально как будто придумали название и деревня, чтобы выделить восьмерку. Так же, как седьмую часть выделяли. Крис? Итан, из первой части. Крутяк. Ой, офигеть. 2021-й, уже скоро так. В каждый год по Resident'у. Красота, красота. Тоже выйдет везде, я уверен. Лучше всего на компе играть. Но Resident'ы ассоциируются с PlayStation'ом, поэтому... Я на PlayStation'ах обычно покупаю. Что седьмое, что второе ремейк, что третий ремейк. И это восьмое возьму обязательно. Шедевр, блин. Чё же я вчера-то не досмотрел. Офигеть, офигеть. Вот это круто. Ух ты, а это чё такое? Астронавт на Times Square. Выглядит занятно. Костюм прикольный. Ни фига у него там чемоданище или чё это такое? Оружие какое-то. Ну, а это, блин, как в The Division. Восстанавливать картины прошлого. Луна такая большая. Глаз. Девочка. С призрачной кошкой. Тоже уже не первая игра про кошку. Кошке видно позвоночник. Босиком по улице, фу. Кто такая? Что-то абсолютно непонятное. Ну, нифига, какая жесть. Офигеть, что происходит вообще? Просто какой-то сатанизм. Станцию мир затопить решили в Нью-Йорке. Типа улетел в космос. Прагмата. Абсолютно непонятно о чём игра. Потому что геймплей покажут. И чё они на луне? Это луна. Это луна. Свобода. Просто абсолютно непонятная какая-то дичь. Выглядит интересно. 2022? Ну, нет, спасибо. Как геймплей лучше покажите. Что дальше, что дальше. Вот сколько вот они этих роликов записали? Штук 50? Как кнопочки по-разному там переливаются. Забавно. Значок PlayStation. Всё, стиль свой они, стиль. PlayStation Studios. Вот это эксклюзив какой-то. Интересно. Давайте. Поближается к концу. Поэтому Sony Interactive Entertainment. Водичка ничего такая. Какие-то джунгли. Неужели это сейчас будет Horizon 2? Да-да, вон дома, обросшие деревьями. Ну и Элой заговорила. Второй Horizon, господа. Хотя первый мне не очень зашёл. Он был интересен, но не целиком. Он как ассасин. Такой, типа. Чуть-чуть играешь-играешь, а потом как-то начинается какое-то однообразие. Захват вышек там, сбор ресурсов. Тупняк. Не очень такие игры люблю. У меня нет столько времени, чтобы там 40 часов наматывать. Во-во-во-во! Я должен найти способ, чтобы остановить это. Или это будет тяжело. И тяжело. Это робо-черепаха. Но! Под водой славы! Робо-коркадила! Я не знаю, я не буду уничтожать. Никакой барьеры, я не буду уничтожать. Эта миссия уничтожена. Вроде и прикольно выглядит, но как-то не хайпово. Очевидное продолжение в очевидном жанре. И тут тоже черное. Надо было это, пари заключать. Сколько черных покажут за всю презентацию. Хорайзон 2. Форбиден Уэст. Интересно. Ну. Но что-то что-то придет. Я буду готова. Гуя Рилла. Дата выхода будет. Гуя Рилла. Гуя Рилла. Мы не можем ждать, чтобы вы не могли выжать. Ну да вы заебете. Так же как с Ласт оф Азом и с Ушимой. К моменту выхода игры уже просто противно будет. Ну это разработчики из разных студий. Фанцы будут очень рады. Ну это они молодцы. Это же показывают людей, кто делают игры. Потому что долбоебы в интернетах. Везде все засирают в плане там. Ну там сделали говно, сделали то. Ну как бы. Редко представляются лица людей, кто реально эти игры делает. Поехали. 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 Поехали на PlayStation 5. PlayStation 5. Ну теперь, видимо, наконец-то нам и покажут ее. Это что, икра? Ого, сколько черной икры. Просто они сумасшедшие в соне Придумать какой-то дичи Во, 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 икра просто заполняет комнату Это просто Ужас Утонуть еще на икре Кому пришло в голову Вот эти ролики вообще снимать И вставлять их между каждым трейлером Между каждой игрой Что они этим хотят показать Какую-то индивидуальность Это Свич Щелкает Охо-хо-хо-хо Вы только посмотрите как она выглядит Какая дичь Ну с вентиляцией вижу нормально Понимаю почему принесли на неделю показ Действительно в деле похорона убиенного в Америке негра Выпускать белую приставку Было бы не комильфо В смысле анонсировать Очень странная какая-то текстура пластика И выглядит такая В форме римской пятерки PlayStation 5 V Не такая она Несимметричная Диски Он справляется Оставляется справа Ну знаете Выглядит так Вот реально Хочется прям рядом сравнить И ее И Xbox Series X Который просто Черный прямоугольник Выглядит очень забавно Смотрите какая текстура у нее На пластике на белом Градиатор он USB USB Type-C Ооо Смотрите их две И вторая типа Digital Edition Без типа Blu-ray И в чем прикол Вот Если в ней только нет Blu-ray И все То это Сколько она будет На 30 долларов дороже Точнее дешевле там где нету Зарядная станция Камера новая HD камера А что не 4К Пульс 3D Wireless Headset Media Remote Ооо Просто Аксессуаров Сразу куча Ну что Придется все покупать PlayStation VR Кстати Не упомянули Не показали Я надеюсь Вы понравились Первые взгляды Наши будущего Сегодня Вы видели Наши Стрики Дизайн И Вы видели Геем Которые Которые Стоят Стоят Плэйстэшен Плэйстэшен Феатурзи Аксессуар Плэйстэшен 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 Стоят Сэнд Плэйстэшен Подтвердил, что в этом году Дизайн просто Жуть как необычный, не знаю К такому надо привыкать Как это выглядит вживую Но это знаете, броска Не похожа на предыдущие Каждая следующая, вообще, PlayStation Не похожа, по сути По формам С одной стороны Но с другой стороны Такую хрень Ее на бок-то вообще можно положить? Наверное, нельзя Она тоже только вертикальная Ну, это выглядит, да, как будто она чисто вертикальная Мяу И да, покупай наушники Покупай зарядку, покупай пульт Покупай То, покупай это Геймпад вот интересный, да Вообще стиль такой Впервые они решили Сделать такой Белый с черным В двух цветах, по сути И причем она еще так выглядит Что трудно представить Какие будут у нее варианты Другие там Какие-нибудь лимитки А вот смотрите Только что На секунду Было, что она все-таки Стоит на боку То есть нам их можно будет поставить Там какая-то Подставка, наверное Которая за 50 баксов Будет продаваться Для горизонтального Расположения Орущий негр Отлично Ну прикольно Прикольно Ладно Соглашусь Много игр показали Из них Было порядочное Всякого Кала Индия С другой стороны Было много всего Интересного Мультиплатформы Что выйдет везде Has no limits Ну и теперь Точно все Досмотрели Наконец до конца Прикольно Не знаю Давайте Посмотрим Еще раз Вот Линейка Лайнап Давайте смотреть Ну геймпад Мы уже видели В инстаграме Месяц назад Вот два варианта Они по сути Отличаются тем Что у той У которой есть CD-ROM У нее такой Как будто Флюс на Левой щеке Ну с нас точки зрения На правой И вот внизу Такая круглая Подставка В которой она стоит Возможно Я предположу Что как бы Это подставка Съемная И может быть На нее можно И боком Поставить Тоже Но если Ставить боком То Не пойму Которая AllDigital То да Ее наверное Боком Как угодно А вот эта Которая С диском Интересно На какую сторону Она будет Ставиться По сути Дисковод Должен быть Снизу Мне кажется Давайте найдем Тут Было же Это Показывали Момент Что Она на боку Лежит Я готова Эх не успел Мяу Так Сейчас где то будет Нет Вот Текстура Да Странная И тоже Такая синяя Подсветочка Ну блин Мне не нравится То что она белая На самом деле Потому что Слишком будет Привлекать Внимание Вот Ты ее поставишь На столе Под телеком Она просто В глаза Будет Кидаться Мне больше нравится Когда так Незаметный Дизайн Нет Воу Воу Не успел Не успел Так Тринадцать Пятнадцать Как мотнуть То на пару Секунд Назад Тринадцать Пятнадцать Сейчас Попробуем Так Во Да Вот смотрите Все правильно Сказал Значит Она Остается Да Флюзом Вниз И вот Эта Круглая Подставка Куда то Там Непонятно Как она там Присоединяется И вот Интересный вопрос Вот эта Круглая Подставка Снизу Это Одна И та же Подставка Для вертикального И горизонтального Положения Либо все таки Не знаю Что там Какие то Две кнопочки И два порта USB Один обычный Один Type-C А кнопочки Это питание И типа Эджект диска Потому что На All Digital Только одну кнопочку Я заметил Там была Ну Дисков Нету И не Но вообще Я не понимаю Этого решения С одной стороны Диски Да Отмирают Если ты не коллекционер И даже купив Игру на диске Все равно Там Качай потом Сотню гигабайтов Патча И всего прочего Всякие DLC Сезон пассы Но с любой стороны Отказ Чисто от Blu-ray Привода Пусть он и 4К На это Сэкономит Максимум 50 баксов Там не будет Разницы В 100 баксов Между моделями Будет Там не знаю 550 600 баксов Например Вот стоить Интересно Интересно Конечно Дизайн Необычный И прям Очень разный По сравнению С Xbox Series X Который Такой Вертикальный Черный ящик Непремешательный В то же время Строгий И такой Красивый А тут наоборот Такой Броско Дизайн Интересно Интересно Ну что Сказать Я в шоке От трейлера Resident Evil 8 Resident Evil Просто класс Вот этот трейлер Про космонавта Абсолютно непонятно Что происходит Про что игра Horizon Ну не знаю Что Horizon Что Spider-Man Показали Мне что-то Как-то не очень Зашло и ни одно И ни другое Просто какая-то Обыденность Это как бы Знаете Такие простые Игры Для массового Пользования Так сказать Чтобы Все играли И играли Как бы Не знаю Короче Что хочу сказать И давайте Посмотрим Во Что хочу сказать Уже продается В России На самом деле Это PlayStation 5 Стоит всего 6500 Вот Так что Заходите В м-видео Заказывайте Завтра Уже Привезут Но это All Digital Все Без CD-ROM На это Все Спасибо За просмотр Было Интересно Крутые Трейлеры Лучше Конечно Последнего Inside Xbox Где вообще Какую-то Шляпу Показали Но С другой Стороны Xbox Обещали В июле Показать Игры First Party От своих Внутренних Студий Будет Интересно Посмотреть Тоже Наверное Сниму Свою Реакцию Вообще Думаю Сейчас Больше Буду Наверное Сядь Снимать Я Хотел Вообще Постримить Изначально Вчера Но Так Я не Смог Все Это Настроить Я Не Стример Там Все Это Заморочено Прямые Эфиры Все Вот Это Короче Решил Сделать В записи Ну Сделал Сделал Надеюсь Вам Понравилось Ставьте Лайки Пишите Комментарии И Увидимся В следующих Роликах С вами Был Сергей До Скорых Встреч